Добрый день, уважаемые участники форума «Белые ночи». Меня зовут Наталья Бучнева, и я работаю в отделе контроля качества компании UCB Biosciences GmbH. Тема моей презентации сегодня связана с подготовкой компаний-спонсоров к успешному прохождению регуляторных инспекций в рамках регистрации новых лекарственных препаратов. В английском языке мы используем термин «inspection readiness». И, возможно, вы часто слышали это словосочетание как ожидание спонсора к качеству проведения исследований и к качеству предоставляемых документов из исследовательских центров. Мы будем сегодня обсуждать не состояние готовности, а программу проверки готовности к регуляторным инспекциям. Мне хотелось бы подчеркнуть, что программа готовности к инспекциям не является синонимом репетиции инспекции. Недостаточно проговорить с потенциальными участниками инспекции, что их может ожидать. Необходимо понимать риски в данных, предоставляемых в заявке на торговую лицензию, знать процессы, с которыми были сложности и быть уверенными в подрядчиках. Итак, последние годы компании и спонсора определяют критерии по регулярной проверке состояния готовности, применимо к контрактно-исследовательским организациям, исследовательским центрам, а также к своим внутренним процессам. Спонсоры договариваются о метриках, обеспечивающих контроль за этапами проведения исследований, а также через анализ результатов программ рутинных системных аудитов и аудитов исследовательских центров. Все эти меры необходимы для прогнозируемого прохождения рутинных инспекций в течение исследования. Часто рутинная регуляторная инспекция направлена на одного участника исследования, например, на исследовательский центр или подрядчика, и включает в себя одно исследование. Сегодня мне хотелось бы особое внимание уделить инспекциям в рамках регистрации новых лекарственных препаратов, так как они являются инспекциями высокого риска, и эти инспекции можно прогнозировать с момента планируемой подачи заявки. И часто компания-спонсор организует специальную междисциплинарную программу, включающую в себя выборочную проверку данных, связанных с первичным анализом в центральных исследованиях. Центральные исследования — это pivotal studies, а также проверку надзора представителей спонсора за критическими процессами в центральных исследованиях в заявке. Это тоже стандартный пункт, что обучение персонала спонсора, подрядчиков и выборки исследователей тоже включается в специальную программу, выготавливаются материалы, направленные на контролирующую инстанцию, на непосредственно известные уже проблемы, связанные с процессами в данных исследованиях. Ещё раз, регистрационные инспекции включают программу инспекций по разным дисциплинам и в подготовку в совокупности включаются разные участники исследования. Это спонсор, подрядчики и исследовательские центры. В совокупности это важный момент, потому что те замечания, которые инспектора находят, например, у компании-подрядчика, могут также проверяться на уровне исследовательского центра или когда проверяется компания-спонсор. Чтобы выстроить стратегию подготовки к регистрационным инспекциям, разные компании используют различные критерии. Мне хотелось бы поделиться опытом своей компании, когда мы готовили несколько препаратов на одобрение в Американское агентство по надзору за лекарственными средствами и в Европейское медицинское агентство. И с нашей точки зрения эти критерии оказались эффективными. или, будем надеяться, окажутся эффективными. Первое — это новые тенденции в формате проведения инспекции. Важно также иметь обратную связь с результатами рутинных проверок контроля качества для всех центральных исследований. Вся та работа, которая делается в течение исследований, и результаты метрик, результаты аудитов должны быть проанализированы в конце этих исследований, перед подготовкой подачи. И нужно таким образом будет легче сфокусироваться на процессах высокого риска. Также важна контролирующая инстанция, процессы контролирующей инстанции. В разных регионах и странах инспекция проходит по-разному. И также важна обратная связь отдела контроля качества компании с регуляторным отделом, которые получают комментарии от проверяющих данные в подаче на торговую лицензию. Итак, новые тенденции в предоставлении заявок. Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами ещё в феврале 2018 года опубликовало руководство по стандартному формату электронных подач для подготовки FDA-инспекций. С 1 февраля 2020 года это руководство стало обязательным, и это необходимый атрибут вашей подачи. Европейское медицинское агентство также в феврале 2020 года опубликовало формуляр для самоподготовки, самопроверки досье, которое подаётся в Европейское медицинское агентство, а также формуляр, который описывает каждое центральное исследование, тех исследователей, которые участвовали, сколько пациентов было включено в исследование. И также в этом формуляре указывается административная структура спонсора и его подрядчиков. Если какие-то обязанности были делегированы, то это чётко прописывается в этом формуляре. Также, как результат пандемии коронавируса, контролирующие станции стали проводить дистанционные инспекции. Например, FDA проводит дистанционные инспекции исследовательских центров вне США, а также подрядчиков вне США. Внутренние инспекции всё ещё проводятся в обычном режиме. Каким образом проходят эти инспекции, компания-спонсор должна организовать в своём офисе инспекционную комнату. Большое количество материала собирается заранее на электронных носителях, не через портал, а на устройствах памяти. И инспектора FDA назначают даты для центра и спонсора и приходят работать в офис компании-спонсора в соответственно американскому рабочему времени. Конечно, для центра и для компании-спонсора большое количество времени уходит на подготовку таких инспекций, потому что определённую информацию нужно редактировать и полностью, чтобы собрать пакеты по данным пациента, по выборке данных пациента, или по журналам, или логам, которые центр ведёт. Это занимает большое количество времени. Европейское медицинское агентство, в свою очередь, не собирается дистанционно проверять центры. Они считают, что невозможно поддержать конфиденциальность, а также это большая работа для центров. Поэтому в рамках пандемии коронавируса возможны виртуальные и дистанционные инспекции компании-спонсора или подрядчиков. было выпущено руководство 18 мая 2020 года, которое рассказывает в деталях, каким образом это может проходить. Опять же, компания-спонсор должна организовать портал и электронный документооборот. Также в ходе традиционных инспекций очень часто инспектора в последнее время делают запросы на электронную документацию или просят доступ непосредственно к электронным системам. Например, к регистрационным картам пациентов, либо к системе учёта безопасности препарата, либо к системе по регистрации исследуемого препарата. В основном это инспектора европейских стран, Англии, например, или инспектора, уже когда они в команде работают, Европейского медицинского агентства, не FDA. Также достаточно часто в традиционных инспекциях сам спонсор создаёт порталы, в которых электронные запросы и сканированные документы или электронные документы представляются инспекторам или представителям контроля качества. очень редко используются бумажные документы оборота. Также достаточно часто во время традиционных инспекций запрашиваются отчёты о доступе различных участников в системы по клиническим исследованиям. «Классический» — это «Покажите мне, кто имел доступ в регистрационные карты пациентов». А также отчёты по контролю журналов, контрольных журналов в этих системах за определённый срок или за всё исследование. Так называемый «audit trails», который позволяет проследить, какие изменения были внесены в систему или когда документы были зафоалированы в архиве исследования. Всю эту информацию электронно можно проверить. Существуют разные уровни подготовки. Это то, о чём мы с вами уже говорили, просто в графическом представлении. Обычно 3-4 исследовательских центров включаются в регистрационную программу. Какие критические процессы по исследованию нужно взять на заметку, когда готовится регистрационная инспекция? Я должна заметить, у каждой контролирующей инстанции есть свой фокус, но в общем критические процессы просматриваются таким образом. Структура организации с описанием делегирования обязанностей подрядчикам, процессы мониторинга исследовательских центров, также операционные процедуры. И в последнее время интерес вызывают планы по проверке данных, и в частности неполная проверка данных, как она осуществляется, является ли она безопасной, risk-based monitoring approach. Это тоже просматривается инспекторами. Также как процесс регистрирования отклонений от протокола. Также в критические процессы исследования включается проектный менеджмент, тренинг сотрудников, участвующих в исследованиях, в основном фокус на мониторах. Также среди критических процессов выделяют процесс обработки данных и статистический анализ, обращение с исследуемым препаратом, циркуляция данных по безопасности препарата и процесс сбора документов в архивах исследований. FDA часто внутренние инспекции проводят без предупреждения, и вся программа инспекции не объявляется сразу же. Результаты инспекции предоставляются инспекцируемым в форме 483 или в форме письменного предупреждения. Отчёт об инспекции не предоставляется. Если форма 483 не была оставлена в центре или у вендора, значит нет особо никаких замечаний. А также результаты каждой инспекции публикуются на официальном сайте в форме нет замечаний, no actions indicated, добровольные действия, voluntary actions indicated, требуются официальные действия, official actions indicated. Инспекторская команда обычно состоит из одного инспектора. если это инспекция в исследовательском центре, либо одного-двух инспекторов, если это инспекция подрядчика или спонсора. Инспектора имеют междисциплинарный опыт и не специализируются на одной дисциплине. Дивиз FDA проследить путь первичных значений до конечного анализа. Европейское медицинское агентство фокусируется на том, как построены процессы по проведению исследований и по надзору за клиническими исследованиями. Программа инспекции объявляется сразу за 30 дней, то есть вы сразу получите и офис спонсора, и вендоров, и 3-4 клинических центра. Результаты инспекции в форме отчёта предоставляются спонсору и исследовательскому центру через 15 дней после последнего дня инспекции, и ответ на критические, серьёзные замечания также ожидается через 15 дней. Результаты каждой инспекции учитываются в совокупности и влияют на решение об одобрении заявки. Инспекторская команда сборная. У Европейского медицинского агентства нет своего отдельного штата. Те страны, которые отвечают за рассмотрение заявки, предоставляют своих региональных инспекторов. Девиз Европейского медицинского агентства «Процессы, процессы, процессы». И на контрасте хотелось бы вам тоже поделиться опытом инспекции Китайского национального управления по медицинской продукции. 100% фокусируется на проверке первичной документации и фокус на данных китайских пациентов. И в инспекционную программу в основном включаются китайские центры. Спонсорские организации не попадают в программу инспекции, но представители спонсора ожидаются в исследовательских центрах, в редких случаях разрешается интервью через видеоконференцию. Вся программа инспекции объявляется за 1-2 недели до начала. Продолжительность в основном 3 недели, включая выходные. Рабочий день длится до 15 часов. Результат инспекции предоставляется в форме отчёта об инспекции исследовательскому центру в конце каждой инспекции. И ответ на все замечания ожидается через 7 дней. Штат инспекторов собирается от разных регионов Китая от 10 до 12 инспекторов в целом. Таким образом, что в каждом центре 4-6 инспекторов. То есть вы можете себе представить объёмы подготовки и сколько нужно персонала, спонсору и сопутствующим компаниям. Девиз — большое внимание к деталям и бесконечная энергия. Обратная связь с регуляторным отделом важна для того, чтобы любые вопросы, проверяющие данные в заявке на торговую лицензию, учитывались при прогнозировании выборов центров и подрядчиков и также включены в программу, которые могут быть включены в программу инспекций и прицельно работать с этими центрами. Спасибо вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!